Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Христос воскрес! Тема нашего сегодняшнего разговора – книга «Второзаконие», глава 32. Вторая книга «Второзаконие» заканчивается. Осталось прочитать нам всего три главы, и это древнее сочинение, повествующее о том, насколько важно обществу и отдельному человеку знать и следовать заветам Бога. Вот эту книгу мы с вами, ее чтение, комментирование, экзегезу завершим. В нашей сегодняшней главе содержится такая довольно объемная, пространная, большая по объему песнь «Моисея». И вот этот жанр, песня или по-библейски это можно назвать псалмом, очень выделяется из среды окружающих глав вот всей книги «Второзаконие», потому что в основном «Второзаконие» это есть рассказ о законах, то есть повествование о том, что есть норма, что есть нарушение нормы, какие наказания должны иметь место быть за то или иное правонарушение. Здесь же повествование законодателя нарушается, либо прерывается, либо замещается песнью, псалмом, который изрекает тот же самый Моисей, автор всего этого наставления, и вдохновителем Моисея оказывается Бог. Какая цель этого песнопения, этого псалма? Цель выражена очень ясно и изложена довольно конкретно в предшествующей главе. Цель такая, чтобы Израиль помнил о Боге, чтобы Израиль знал Бога, чтобы Израиль не забывал Бога. И в этом отношении примечательна форма, в которой облекается вот это вот очередное наставление, назидание, нравоучение. Песенная форма. То, что можно выучить, то, что можно спеть, то, что можно петь вместе у себя дома во время труда, работы, субботы, праздников, застолья и так далее. Вот это вот песня. Сейчас мы будем с вами ее читать. Содержание песни такое довольно эпическое. Разворачивается целое полотнище, целое полотно, посвященное истории. История чего? Вот даже, понимаете, не Израиля, а истории мироздания. Рассказывается о том, точнее, намекается на то авторам, что само творение мироздания имело своей целью появление Израиля и заветное отношение Бога и его народа. Итак, слушаем, читаем, комментируем стих первой этой главы. «Слушай, небо, что я скажу? Земля, да внимает моим словам». Вот слово «слушай» – это есть очень такое типичное и знаковое начало этого песнопения. Действительно, культура библейского Израиля – это культура слушания, слышания рассказа и внимания этому рассказу. И в этом отношении эта культура очень выделяется от, допустим, культуры древнегреков, где очень важна была такая вещь, как созерцание, то есть попытка схватить что-то окружающий мир, явленный в виде образов. И поэтому в Греции развивается и скульптура, и живопись, и прочее художество, а в Израиле развивается то, что приводит к появлению и до нашего времени существующего, сохранившегося довольно объемного сборника текстов, которые пишутся, которые излагаются и которым внимает аудитория своими ушами. Поэтому «слушай» – это очень важное, ключевое слово, к которому начинается это песнопение. Дальше сказано «слушай небо, земля довнимает». Призываются в свидетели этой песни. Обычно это были боги. Вот древние люди призывали в свидетелей Зевса, Плутона, Афродиту, Нептуна, Посейдона и так далее. И так далее боги должны быть свидетелями чего-то, какого-то очень важного высказывания, клятвы, завета, наставления, речи и так далее. Но поскольку в культуре библейской ничего этого, этих божеств не существует, поэтому самое могущественное, что есть в мироздании, вот небо и земля призываются в свидетели. Да, вот вы будете свидетелями моего песнопения, моей речи, выраженной в песенной форме. «Польется учение мое, словно дождь, как роса слова мои потекут, словно дождь проливной на траву, словно ливень на луг». Ну, дорогие друзья, в библейских реалиях дождь являлся чем-то иным, чем он для нас сейчас вот является. Хотя иногда и нам тоже так вот свойственно воспринимать дождь, когда заслушливое лето. Заслушливое лето проходит полмесяца, может быть даже месяц, а дождя нет. И вот возникает риск. Возникают разные риски. Нет, не будет урожая, будет все засохнет, все завянет, будут пожары, тяжело будет дышать и жителям городов, и сельским жителям и так далее. Поэтому очень нужен дождь. Тем более дождь является чем-то желанным и богом данным явлением для ближневосточных стран. Потому что дождь означает то, что земля примет необходимый размер, объем осадков, влаги. Дождь даст для запаса воду, вода запасалась в цистернах, в таких специальных системах. И поэтому можно будет спокойно жить грядущее засушливое время. Так вот, для человека, для его жизни, которую можно сравнить с полем, слова о Боге оказываются дождем, живительным, дающим силы для того, чтобы существовать дальше и принести большой урожай. Дальше, стих третий. «Имя Господа я призову, славьте величие нашего Бога». Ну вот очень важное явление во всей культуре библейской – понятие об имени. Шем по-ибрецки – это имя. Призвать имя Бога или призвать имя какого-то человека, существа – это есть призвать это самое существо, эту самую личность. Поэтому призвать имя Бога – это есть призвать самого Бога. Сравнивается здесь учение библейское, закон Моисеев с прославлением Бога. И действительно, так и есть жизнь христианская, жизнь библейская, основанная на божьих заповедях, или изучение этих заповедей, есть настоящее прославление Бога. Дальше будет, мы встречаем в стихе четвертом одну из самых важных каких-то метафор Бога, которые используются в этом во всем песнопении. Цур – скала, камень, гора. Итак, он – скала, совершенные его дела, его пути – правосудие пути. Он – Бог верный, чуждый лжи, он праведен и справедлив. Значит, вот Бог сравнивается со скалой, чем-то твердым, основательным, фундаментальным. То, что не поддается никакой стихии, ни снег, ни солнце, ни жара, ни холод, ни лед, ничего не могут поколебать или подвинуть, переместить скалу. Да, скала как будто бы сильнее всего. Да, вот Бог еще более сильный, чем скала. Подчеркивается в этом стихе такое свойство Бога, как верность. Бог верен, да. Бог верен, а чему верен или кому верен? Ну, если угодно, Бог верен своим людям, Бог верен своему народу. А если вот быть более корректным в своих, вот в этих вот высказываниях наших, Бог верен тем обещаниям, которые он однажды дал Авраму, Исааку, Якову, Иосифу, Моисею, Давиду и так далее. Этим Божьим избранникам, Божьим посланникам. Так вот, и вот это вот понятие верности Бога, а верность это есть, дорогие друзья, это следствие из того, что ты однажды принял важное решение. Это касается нашей жизни. Почему мы, можно нас назвать верными, ну, друзьями, мужьями, сыновьями. Ну, сыновьями вряд ли, потому что мы не выбираем своих родителей. А вот друзьями и мужьями, или женами, можно нас назвать верными, потому что мы верны сделанному однажды выбору. То же самое и Бог. И вот это понятие уравновешивает, да, как-то стабилизирует другое понятие, которое тоже очень свойственно природе Бога. Бог одновременно является в максимальной степени верным своему народу, верным людям. И при всем при этом Бог как будто бы является, вот такое слово есть, суверенен. Бог свободен. Его не поймать на слове, его не опутать, как уздою, тем, что однажды он кому-то пообещал. Действительно, в этом отношении Бог свободен до того, что он свободен и даже от своих слов, даже от своих обещаний. Но эта максимальная свобода, невозможность Бога как-то покорить, контролировать, уравновешивается опять же тем, что, да, Бог понимает, что есть понятие любви и долга, и дружбы, и взаимного какого-то данного однажды обещания, и силы однажды произнесенных слов. Бог скала, и вот на этой скале, на скале под названием Бог, можно строить твердое здание, которое не поколеблит ни стихия, ни вода не разольется, песок не осядет, стена не треснет. Потому что основанием всего этого, жизни личной и социально-общественной, является скала под названием Бог. А потом начинается, после прославления Бога, такого небольшого, начинается рассказ, излагается вся история этого народа, который вот идет через Иордан, чтобы завоевывать землю. Итак, что же будет дальше с вами, дорогие евреи, дорогие израильтяне? И сразу такой скачок вперед, да, за много столетий вперед, на столетий примерно, может быть, пять или шесть, вот, во времена предшествующие падению царств, падение царства северного, это у нас восьмой век до Рождества Христова, падение царства Южного, это у нас шестой век до Рождества Христова. Вот эти времена, которые понимаются как следствие отпадения от Бога, вот тут сейчас будут и описаны. Итак, они согрешили пред Ним, они уже не дети Ему, позором негодное дурное поколение. Такое поведение у общества израильского, что как будто бы они не являются детьми Богу, вот они уже не дети Ему, вот, или как пишет пророк Осия, она уже не жена мне, да, или он больше не муж мне, так описываются отношения Бога Израиля. «Негодное дурное поколение, вот порча нравов, как могли вы Господу так отплатить, о тупой неразумный народ? Ведь он твой отец и твой создатель, основатель твой и творец». Вот, значит, ну, мы знаем, что книга ветхозаветных текстов написана довольно языком прямым, и пророки часто не выбирают выражения, используя то, что перевести на русский язык сложно и проблематично. Переводчик Библии, издания и перевода Российского библиотского общества переводит довольно все колоритно и доходчиво. «О тупой неразумный народ!» Это есть характеристика поколения, какого-то последующего поколения автором. Ну, хорошо, мы это принимаем, признаем, мы народ отпадший, недалекий, неразумный, и возникает вопрос, а что же нам делать дальше в этой ситуации? И вот в Библии есть очень хороший совет – вспомни, да вот, ты же знаешь что-то, но забыл, поэтому твоя задача – вспомнить об этих вещах. И вот об этом воспоминании, о чем-то важном, рассказывают последующие стихи. Итак, «Вспомни древние дни, времена поколений былых, попроси, пусть расскажет отец, пусть поведают старца тебе». Вот, видите, это поэзия на самом деле, и переводчики РБ очень хорошо эту поэзию нам представляют. Тут есть ритмы, тут есть строфы, вот, короче, очень хорошо читать этот текст, как такое эпическое, поэтическое, лирическое сочинение. Кто же нам расскажет о том, что мы забыли нам, поколению дурному и никчемному? Ну, вот есть те, которые помнят, это есть отцы и старцы. Отцы помнят немножко, а старцы, дедушки помнят побольше. Поэтому у них можно узнать что-то важное, что Бог считает необходимым знать, помнить каждому израильтянину. И вот, как будто бы они рассказывают, начинается как будто бы рассказ в рассказе, что же нам эти старцы и эти отцы могут поведать. А весь стих довольно такая интересная. «Когда Вышний народом владение давал, когда Он разделял человеческий род, народом на дело Он определил по числу Божьих сынов». Ну, это вот, дорогие друзья, чтобы вы знали, одно из самых сложных мест всего, ну, даже, может быть, всей Торы, всего Патекнижья. Какая мысль здесь, вообще-то говоря, имеется в виду, содержится? Начинаем с мысли такой, довольно криминальной, очень неудобной, а потом переходим к другой мысли, которую, впрочем, я вам уже сегодня озвучивал. Итак, видите, когда Бог создавал народы и как будто бы разделял по этим народам род людской, Он давал каждому народу, значит, землю, да, на дело, и как будто бы эти народы и эти на дело, они связаны с какими-то Божьими сыновьями. Вот, Божьими сыновьями. Иначе говоря, какие-то есть Божьи сыновья, которые какие-то имеют особые взаимоотношения с прочими другими народами. Ну, конечно же, да, это мысль, которая является очень такая архаическая, такая довольно патриархальная, или, как говорят на Западе, примитивная мысль. Мысль, которая связана с представлением о том, что у каждого народа есть свой Бог. Вот, и мы знаем, что вот движение яхвизма, когда вот появляется вера в Бога Яхва у евреев, тоже было изначально чем-то подобным. И даже вот в декологии вопроса нет о том, что есть другие боги, нет других богов. Вопрос стоит довольно прямолинейно. «Пускай у тебя не будет других богов пред лицом моим». В скобочек, как заметим, даже, допустим, если они реально есть, эти другие боги, чужие боги и так далее. Так вот, здесь эта мысль тоже содержится, дорогие друзья, что, может быть, говорит о том, что это есть текст довольно архаичный, да, такой древний текст. Вот, но эта мысль как будто бы прошла нужный фильтр богословский, теологический и стала. Эта мысль довольно, хоть и шокирующая все еще, но довольно богословские уже безвредные и безопасные. Как эта мысль представлена в этом стихе, стихе номер 8. В общем, даже если эти какие-то духовные силы существуют, ну, ваалы, астарты, там, мордуки какие-то, ассирисы и прочие национальные божества, то они являются божьими сыновьями. Вот. То есть, а тогда кем является бог Израилев? Бог богов. Вот так вот. Такая разница между этими богами и богом Израилевым, как между нами и богом. Так вот, у богов тоже есть бог, разница колоссальная. И вот этот самый бог богов, бог завета является богом Израиля. Ну, понятно, да, что получается выход на какие-то иерархии духовных сил у евреев несравнительно, несравненно более высокий, более такой солидный, что ли, потому что их богом является бог богов. Ну, и вот тут, вот видите, такая мысль есть тоже в этом стихе 8. Бог как будто бы творит мироздание, вот, для того, чтобы однажды появился, однажды появился Израиль. Да, замечу еще очень, вот я выписал себя, стих 8 вызывал смущение в традиции, и поэтому в разных вариантах традиций текстуальных есть разные попытки поправить, что ли, этот текст. Делать его более ортодоксальным или православным, или каким-то терпимым, не таким царапающим. Ну, вот, например, у мусоретов тут написано, не божьи сыновья, что такое за божьи сыновья, а сыновья Израилевы, да. Или вот в септуагенте указано, как раз вот слово божье осталось, а сыновья заменены ангелами. Ангелы же есть, они никакие не боги, никакие не сыновья бога, у бога вообще нет никаких сыновей. Вот, ангелы божьи в септуагенте возникают. Читаем дальше. У дел Господа его народ, ему Иаков принадлежит. Вот та самая мысль, о которой мы говорили, что богом Израиль является тот самый бог богов, самый важный бог. И в этом отношении несравненно более привилегированным является положение Израиля, которое называется здесь еще другим своим именем Иаков. «В пустыне нашел я, нашел он этот народ, средь воющей пустоты, глуши, он его защищал, заботился о нем, словно зеницу ока берег». Вот, очень такой сильно необычный, опять же такой довольно архаичный образ. Сейчас бог нашел Израиль в пустыне, да, вот в пустыне он туда-сюда ходил, без ориентира, без цели, вот, и бог его там нашел. Тут нет, видите, интересно очень, нет указания ни на исход, ни на завоевание Египта, завоевание Палестины, Ханаана, ничего этого нет. Есть пустыня, есть странствующий Израиль, и есть бог, нашедший Израиль в пустыне, вот, значит, воющая пустота, глушь, да, пустыня, вот это то место, где находится каждый человек и народ, который пока что еще не найден богом. И вот это есть жизнь человека, идущего своим путем, не путем Божьим, потому что бог находит и сразу эта пустыня превращается в нечто иное, более радостное и позитивное. «Как орел, что гнездо сережет, над псенцами своими парит, так и он крылья простер, подхватил свой народ и понес». Вот видите, акт завета сравнивается с тем, что бог, сильный орел, да, имеющий и силу, и такую динамику, что ли, и острое зрение, он как будто бы подхватывает и дальше несет уже свой народ к нужной цели. «В странствиях вел их господь, один, вот, в странствиях вел их господь, и господь был один, чужого бога не было с ними, никакой другой бог не помогал богу истинно, потому что не было такой нужды, бог сам все вполне хорошо сделал один. «Он им дал оседлать холмы этой земли и кормил их плодами ее полей». Вот видите, бог дал возможность эту землю получить и там жить, и вот очень сильный образ, указывающий на то, что эта страна гористая, холмистая, бог дал вам возможность оседлать холмы этой земли. К слову сказать, это стих довольно интересный, потому что, по мнению ученых, первые места, которые захватываются пришлыми израильтянами, это были именно места гористые, никому не нужные, не интересные. И вот долгое время хананеи занимали долины, равнины, а израильтяне занимали вот эти вот самые холмы, и уже оттуда шла эта постепенная, неумолимая, но не очень-то, как правило, воинственная экспансия Израиля в ханаан. «Из утеса медом он их питал, маслом олив из скалы». Вот очень сильный такой образ, видите, бог питает Израиль из утеса медом, да, или вот оливковым маслом. На самом деле, оказывается, это очень даже такая картина реалистичная, потому что в горах, где нет сильных больших деревьев, и в них, в этих деревьях, нет никаких, никакого нет дупла для пчел подходящего, то пчелы гнездятся в ущельях, в каких-то маленьких пещерах, каких-то маленьких рытвинах, в этих горах, и тогда воистину мед может как будто бы течь по этой горе, стекая вот и радуя израильтян. «Сливками коровьями, козьим молоком, жиром ягнят, баранов, башанского скота и козлов, и дарами пшеничных колосьев и вино, кровь лозы ты пил». Вот описывается эта вот сладкая, богом данная земля, где все есть, и видите, и мясо, и хлеб, и вино. Но я выше об этом говорил в другой лекции, что на самом деле, кто был в Израиле, те знают, не такая уж это и изобильная земля изначально, а при неправильном использовании это может быть вполне оказаться настоящей пустыней, безлюдной, безжизненной, дикой и так далее. И вот такая мысль, что при правильном отношении к земле, как к той, которую дал бог тебе во владение, в использовании, в пользование, эта земля превращается в то, что описано здесь, вот здесь, в наших стихах. Там есть и виноград, и пшеница, и мясо и так далее. И проблема не в климате, дорогие друзья, проблема в отношении к этой земле, и проблема в том, каковы люди, живущие там. Вот, бог дал все это Израилю, но потом начинается грустная история, грустная история, которая повторяется часто пророками, книги судей. Значит, плохо Израилю, бог помогает ему, чтобы было хорошо, Израиль получает все необходимое, и потом опять, и потом делается Израиль вот таким могучим, самодовольным, эгоистичным. И потом, как написано здесь, вот я даже прочитаю, растолстел, и Ешурун, истроптивым стал, располнил, ожирел ты, и стал упрям, они отвергли Бога, Творца Собо Его, презрели спасительную скалу. Вот, значит, видите, народ растолстевший, располневший, ожиревший, это и есть народ строптивый и упрямый. И когда у вас все хорошо, когда вы едите мед, стекающий из скалы, и у вас есть в изобилии вино, кровь, лозы, и вы ее пьете, то вы делаетесь равнодушными, строптивыми и упрямыми, и вот тогда начинается у вас нечто нехорошее. Но вот в этом стихе 15 называется Израиль странным словом Ешурун, да, вот, встречается слово это три раза в Библии, никаких нет пояснений, есть догадки. Ну вот, это есть, возможно, какое-то одно из самых таких вот древних, непопулярных, вышедших из использования названий Израиля. От слова Яшар, вот слово еврейское Яшар, прямой, ровный, праведный, такая, получается, такая, возникает ирония. Народ должен быть, должен быть праведным, прямым, ровным, да, принципиальным, он стал чем-то противоположным себе, своему имени, то есть призванию, цели и задачи, он стал строптивым и упрямым. И вот скала спасительная, она была отвергнута этим народом. И вот начинается потом долгое изложение, и, в принципе, Ветхий Завет этими картинами сверхизобилует, он переполнен, я бы сказал так, описывается гнев Бога. И вот этот гнев довольно колоритно представлен в стихах 16 и дальше. Бога в ярость приводят чужими богами, мерзостями, раздражают его, вот. Ну, нам эта мысль знакома, наверное, да, из Ветхого Завета. Оказывается, Бога можно раздражить, провести в ярость, и Бог Ветхозаветный, он вполне себе этими эмоциями богат. Он может гневаться, быть раздраженным, он может быть яростным и так далее. А почему такая ярость? Потому что демонам, а не Богу, они приносят жертвы. Богам, которых они не знали, новым, соседским пришлым, о них и не видали ваши отцы. Ну, вот очень такая необычная мысль. Вообще-то говоря, никаких демонов, ну, не очень-то знают Ветхий Завет. Да, тут слово Ашеда означает, скорее, духовное существо, ну, такое враждебное человеку. Короче, не Бог, вот так вот, не Бог богов, не Бог Яхва. И тут такой тогда смысл получается. Значит, вы думая, что вы служите Богу Израилеву, вот, образом, который был принят в Ханаане, вы служите не Богу Израилеву. То есть, вы можете, служа Богу Израилеву, служить не вот, не Богу, а этим Шедд, вот, Шеддим, да, духовным существам, враждебной для человека природы. Какие это Боги? Ну, вот, такое популярное в Ветхозаветной традиции такое представление, что вера старая, вера отцов Авраама, Исаака и Якова, это есть вера, которая вот есть та самая вера, вера в Бога Яхвы, да, Бога Израилева. А все остальное, Ваал и прочее, это есть уже поздняя, соседская, пришлая, иноплеменная. Вот эта мысль выражена здесь. То есть, вы увлеклись чем-то современным, более поздним и инородным, и поэтому ваше благочестие, оно казалось извращенным. А скалу, что тебя родила, ты забыл, Бога, что тебя произвел на свет. Вот, рождающая скала. Бог рождает народ, да, очень сильный образ, можно его дальше немножко развить. Кто рождает, кто рожает в нашем мире? Рожает, конечно же, всегда женщина или самка. Тогда получается, что Бог, рождающий свой народ на свет, является не привычным нам патриархальным Богом, отцом-мужчиной, но является женщиной, которая рождает свой народ, вот, и как мать его любит и о нем заботится. Дальше. С омерзением увидел Господь, как сыновья и дочери оскорбляют его. Он сказал, отвернусь-ка я от них, посмотрю, что случится с ними. Они испорченные поколения, дети, забывшие долг. Ну вот, это сильный очень образ. Дети, забывшие долг. Забывшие какие-то очень возвышенные понятия. Долг, там, честь, достоинство, верность своему Богу и так далее. Дети, забывших долг, это есть слово, выражение подходящее для Писания и нашего современного поколения, дорогие друзья, тоже. Лжебогом они привели меня в ярость, раздражают своими идолами, вот. И вот после этого начинается Писание очень такое яркое, красноречивое, колоритное, того гнева, который Бог испытывает, и того, что из этого гнева происходит. А происходит очень нехорошее нечто и печальное. И так вот читаем 21 стих. «Пошлю народ, который не назвать народом, пусть пробудет в них зависть, пусть тупой народ раздражит их». То есть, какой-то народ непросвещенный, дикий, пускай будет для них угроза, что ли, пускай их немножко потрясет, да, пускай их как будто бы приведет в себя. «От гнева моего разгорелся огонь, до глубин шола сжигает он все, пожирает он землю с плодами ее, основание гор сжигает. Я пошлю на них беды, одну за другой, выпущу в них все стрелы мои. Они будут голодом истощены, измождены болезнью, лютым мором. Зубы зверей, измененный яд, вот что я уготовил для них. Тех, кто на улице, меч сразит, тех, кто дома остался, сразит ужас. Погибнут и юноши, и девы, и младенцы, и старики. И описывается здесь картина завоевания, увода в плен, да, захвачена Самария Шемране, захвачена ассирийцами, пал от удара бавилонян Иерусалим. И вот то, что бывает после этого, описано здесь, да. Никто не скроется, ни находящиеся на крыше, ни на крепости, ни дома. Все погибнут, да. И вот этот гнев, который охватил всемироздание, гнев Бога, до глубин шел, он близок к тому, чтобы однажды не стало самого Израиля. До того Бог гневается. Я решил было их истребить, стереть у людей даже память о них. Вот, и описывается здесь нередкое описание чувства Бога, чтобы вас вообще не стало в жизни мироздания. Ну вот, и опять возникает такой хороший контраргумент, и даже сам Моисей однажды Бога так вот убедил, что называется. Такой аргумент. Ну хорошо, ты их уничтожишь, а что скажут окружающие народы? Да, вот, как ты не боишься их мнения о тебе, нашем Господе? Да, что ты, дескать, такой Бог гневливый, сам спас, сам всех и уничтожил. Да, вот. Похожий аргумент немножко в другой форме используется и здесь. Бог говорит, да боюсь, меня станут страмить их враги. Все извратят, скажут, победили мы, а Господь, Он тут ни при чем. Вот, тут другой немножко, другая форма этого аргумента. Скажут народы окружающие, язычники, что это мы все сделали. Или скажу по-другому, наши боги более могучие, чем Бог Израилев, это мы и наши боги все это сделали. Но нет, так не будет, поэтому Израиль будет спасен. 28 стих, начинается опять какая-то вот сюжет, посвященный ругани. Кого-то под названием «они» и есть два мнения, кто это «они». Вот, почитаем, потом будем рассуждать. «Ведь они народ, лишенный ума, они ничего не в силах понять. А пусть поумнее прозрели бы, догадались бы, что их ждет». Вот, но кто это они? Это есть лишь, это есть либо сам Израиль, да, народ, как уже мы читали, безумный, глупый, тупой и так далее, другие слова используются. Либо это есть народ-завоеватель, который вот до того глуп, что может подумать, что это он, там кого-то может без ведома Бога завоевать, покорить или даже уничтожить. «Как же один прогнал тысячу? Как же двое войска обратили в бегство? Значит, их выдала их скала, сам Господь их отдал врагам». Вот, ну, если Бог против себя, то один враг прогоняет двоих тысячу воинов, потому что Бог против, да, и скала, этот самый божественный цур, является автором и побед, и поражений своего народа. «Нет, скала их не то, что наша скала». Да, есть, возникает вот такой спор двух скал, скала народов языческих и скала Бога Израилева. «Участь наших врагов решена. Их лоза – порождение лозы Содомской и винограда садов Гоморы. Ягоды яда полны, гроздья горьки. Их вино – это яд змеи, страшный яд гадюк. Вот, что припасено у меня, припрятано в моих кладовых. Мои отмщения и воздаяния в час, когда они пошатнутся, близок день гибели их. Судьба им навстречу спешит. Господь заступится за свой народ, пожалеет своих рабов. Когда увидят, что сил у них нет, от мала до велика никого не осталось». Вот новая тема, у пророков нам знакомая. Как будто бы Бог приходит в себя, очнулся от того, что вот плена гнева сошла с его глаз, и видит, что никого почти не осталось. Все уведены в плен, все рассеяны, все убиты. И вот Бог как будто бы начинает приводить все в состояние прежнее. Спасать свой народ, наказывать обидчиков этого народа. Он скажет тогда, где же боги их? Где скала, на которую они, захватчики и наземцы, уповали? Где те, что вкушали жир ваших жертв и пили вино в излиянии? «Пусть они теперь и спасают вас, пусть они вас и защитят». Тут такой смысл. Но вот вы служили Ваалу, точнее Ваалам, Ястар, Там и так далее. Но где же ваши защитники? Где же ваши спасители? Пускай они вас спасают, но нет. И потом начинается один из самых сильных стихов всего этого пространного песнопения, стих 39. «Смотрите же, это я, это я. Рядом со мной никаких богов. Я, я все делаю, я и спасаю, я вас наказываю, я вас породил, я вас могу и отвергнуть от себя». И вот в этом выражается одна очень важная мысль всего Ветхого Завета. Все, что есть в нашей жизни, даже самое тяжело принимаемое, тяжело как-то усваиваемое, усваиваемое, вот самое прегматичное, источником всего этого является Бог. Только один Бог. Больше других вариантов нет. И вот потом начинается в этом стихе то, что нам очень тяжело понять христианам, да вот, ну вот, или кому-то легко, вот, почитаем, потом прокомментируем. «Я убиваю, и я даю жизни, я нанес удар, и я исцелю, от меня не спасет никто». Вот видите, то есть смерть и жизни, наказание и спасение, урон и исцеление, автором всего этого является Бог, только Бог. Никаких других нет сил на небе, ни в преисподне, ни на других материках, никого нет того, как Бог, равного ему силой, могуществом и так далее. «К небу руку воздев, жизнью вечной моей клянусь». Начинается описание знакомого нам у пророков, такого образа, образа Бога, воителя, завоевателя. Пророк Аввакум очень часто вот так вот описывает Бога в этих категориях. «К небу руку воздев, жизнью вечной моей клянусь, когда меч свой молнию я наточу, и рука моя станет вершить суд, тогда тамщу я врагам, отплачу недругам». Вот Бог – это воин, у него есть меч, это молния, вот, и он будет этой молнией карать противников своих и противников, обидчиков, точнее, Израиля. «Будут пьяны от крови мои стрелы, будет мой меч пожрать плоть, кровь убитых и пленных, головы вражьих вождей». Ну, да, друзья, тяжело нам это все понять, принять эту кровожадность Бога Ветхозаветного. Но, ну, как тяжело, ну, давайте порассуждаем все-таки. Вот видите, что можно было бы написать вместо этих стихов? Такие слова, например, «Ты, Бог, дал нам такую возможность, или дал бы нам такую возможность, евреям, все это сделать самим, да, выпить кровь, убить всех противников, не знаю, там, отрезать их, отрубить им головы, руки, ноги и так далее». Но тут ничего этого нет. Это стихи, которые рассказывают о том, что мы, люди, ничего не можем, и поэтому не будем в этом отношении делать. Нашим спасителем является Бог. Лишь Бог может нас спасти от охватившего нас вот такого невезения, да, неудачи, поражения и плена. Бог, Бог и Бог. И еще очень важная вещь. Ну, действительно, вот евреи не брали ни Персиполь, ни Сузы, ни Экботану, ни Ниневию, евреи вообще мало кого завоевали в истории, даже не могли завоевать филистимлин, да, и будет отрезано от моря. Вот жили себе в своем таком закрутке, на своих холмах, оседлав их, и все. Это враги, это жители побережья реки Нила, Тигра и Фрата, выходцы из Балаканского полуострова, из Италии, римляне, это они обижали евреев, и поэтому обидчиков Бог накажет, Бог наказывает. Поэтому сбывается поговорка, по делам тебе вот будет будущее, наказание. Народы, прославьте его народ. Сокровь рабов своих, отомстит Господь. Он отплатит своим врагам, очистит землю своего народа. Ну, такие, видите, уже окончание этого псалма, такое довольно мессианское, возвышенное. Однажды будет так, что прославят все народы, народ Израилев, и Бога этого народа. Вот, и на самом деле, дорогие друзья, это предсказание сбылось, потому что подавляющая часть всего населения нашей планеты, хотя бы формально на словах является теми, кто, ну вот, говоря, Бог имеет в виду именно этого Бога. Вот, и в молитвах обращается именно к этому Богу, учение которым изложено в книгах Ветхого и Нового Завета, написанного евреями и для евреев. «Моисей, придя, возгласил народу своему всю эту песню вместе с Иисусом Навином». Оканчивается это песнопение, этот псалом пространный, вот, и дальше рассказывается уже о том, что было дальше с Моисеем и с его народом. «Возвестив все, все это народу Израиля, Моисей сказал, запомните все, что я говорю вам ныне, говоря против вас, заповедайте своим детям строго соблюдать и исполнять этот закон. Это не пустые слова, в них сама ваша жизнь, благодаря им долгой будет ваша жизнь в стране за Иорданом, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. В тот день Господь сказал Моисею, «Взойди на горы Аварим, на горы Нево, что в Маве напротив Иерихона, и окинь взглядом Ханаан, страну, которую я отдаю во владение сынам Израилевым. Ты взойдешь на эту гору и умрешь там, отойдешь к предкам». Так умер и отошел к предкам твой брат Аарон на горе Ор. «Так суждено вам за то, что у сочника Мереват Кадеш в пустыне Цин вы согрешили предо мною среди народа Израилева, не показали Израилю святость мою. Ты увидишь страну, которую я отдаю сынам Израилевым, но не войдешь в нее». Повторяется еще раз вердикт, и он неизменный, нельзя его никак исправить, поправить вердикт Бога Моисею. «Ты, народ, проведешь границы между Ханааном и за Иорданием, к реке Иордан, там будет гора, она указана здесь, гора Нево, ты будешь находиться на этой горе, ты много что увидишь, возможно, взором пророка ты увидишь вплоть до Средиземного моря, все эти холмы, все эти равнины, ущелья и так далее, ручьи, родники, но ты не будешь там ходить, потому что у всего есть начало и конец, и у твоей жизни есть тоже начало и конец. А смысл этого конца, этого начала знает лишь Бог». Дорогие друзья, голова пространная, такая очень глубокая, насыщенная, колоритная. Песнь Моисея на горе Нево мы прочитали, прокомментировали. Нам помощь в этом оказал портал экзегет.ру. Спасибо за внимание. Не болейте, из Петербурга священник Алексей Волчков. Спасибо. Продолжение следует...